добрый вечер дорогие друзья давно не виделись сегодня решил сделать прямой эфир всем привет добрый вечер дорогие друзья подписчики всех с новым годом всем в новом году желаю удачи я после бани только хорошо вылететь вот сегодня поработал до 5 часов вечера и в баню ушел поэтому приехал 10 спасибо вам тоже успехов вот последние видео видео сессии они произвели такое ну я так понял на людей впечатления потому что очень много стало раньше не было столько у этих комментарий в ю тубе и сейчас отклик идет из-за и из одессы я смотрю там кто-то я надеюсь вы здесь сейчас вышли в эфир выйдите мы с вами поработаем потому что вы прям последние в ю тубе сильные вот поэтому это про гештальты наверное да понравилось поэтому решил немножко обсудить и с кем если кто-то хочет поработать со своими какими-то блогами или поковырять свои гештальты там чего вы какие вещи вы не закрыли как берутся откуда дышать до дышать можно это был тяжелый год слышали песню до слепакова был он тяжелее чем тот вот прицепилась эта песня прямо уже два дня и его это напеваю вот еще так вроде все привет не знаю какие темы мы сегодня затронем если кто-то хочет выйти в спаренный эфир то выходите мы не немножко можем поработать или как-то просто поговорить такие эфиры они наиболее интересные чем просто когда я сам разговариваю тем более тему не придумал сейчас завтра не сейчас завтра буду делать график на следующий год следующий вот на новый год то есть новый год он очень у меня насыщенный получается и появляют появятся новые города появятся новые страны поэтому доброй ночи ты провели выходные я провел выходные хорошо не зная крыльки ими ездил и потом буквально выходных было всего два дня и я все дороги письма прощения если пропустили заново да какие могут вам попасть ночью даже начало обучения хорошо вот попадете когда кому нужно будет то попадете не переживать вы были в центре муфтах вот не помню вас я там видел или в другом месте месте муфтах муфтахи я один раз был там мне предлагали тогда работать тогда только начинал что-то вроде администратора но мне не понравились там условия тогда и просто это только начинал и мне предлагали опять в найм и честно говоря было очень сложно от этого отказаться но я отказался тогда муфтахи возможно вы меня довидели но я там ничего не проводил я просто поговорили и иди чё-то проводил мастер-класс может кто-то не знаю варшаве систем хочет побороться про тренинг круто варшава варшава это страна честно в моя моя география меня подводит варшава это где я понимаю что варшаву это европа но где конкретно не знаю давайте посмотрим кто там польша вот больше прикольно чехия пишут сейчас в википедии нам говорит варшава это столица примерно если вы помните в польше в польше в польше это вот вот это соединенные штаты америки я надеюсь что там нормально примут мы едем всей семьей и поэтому это такое самое наверное большое событие потому что во первых далеко во вторых во вторых это прям ну во вторых это за океан прям целый да это там не где-то так это прям большой период такой 22 часовой у всех америки такие отзывы которые там с крыши там что-то это расширение это живут они друг по другому и на самом деле после красной площади наверное это вторая была мечта где бы хотел посмотреть то есть чтобы сравнить да как мы живем здесь и что у нас здесь происходит и как они там это такая наверное советская зацепа все-таки они нас обогнали и мы там их догоняли сегодня конечно посмотреть привела их вообще устроили свою жизнь в какой штат летите я лечу лос-анджелес мы решили в лос-анджелесе спрашивать почему но почему этот город он как-то притянул я думал нью-йорк но нью-йорк холодно и ну это это а лос-анджелес это более мне кажется более курортно и интересным и диснейленд есть детям покажем и сами погуляем страна больших возможностей Америки в Америке супер вот ну хочу посмотреть этот супер потом хочу посмотреть насколько язык учится быстро в язык ну в их среде как это запоминается потому что выучить с репетитором я учил и запоминалось честно говоря вот то что я вот полтора месяца или два месяца когда учил язык то оно село прям сильным таким багажом и я во всяком случае что-то получил не понимаю не всегда могу вспомнить слова но когда говорят я вспоминаю поэтому охота посмотреть что они там делают расскажете расскажу конечно я сделаю видео видеоблог где буду делиться впечатлениями я думаю что оттуда я привезу очень много видео которые будут на ютубе отдельно прям про лос-анджелес про сша про ну вот где нас будут возить вот это все покажу вот познакомились там с ребятами которые переехали уже давно с мигрантами у них интервью возьму как они живут что с какими трудностями не столкнулись по расспрашиваю кто как куда и убежал или как переехал то есть несколько личных историй я думаю все таки интервью придется взять никуда не им придется рассказать просто вот кто-нибудь хочет поработать а то мы сейчас время идет здравствуйте а как у себя квалифицировать это тоже имеет значение я никак не квалифицирую потому что квалификация она или позиционирование оно такое это все на грани потому что это не психология потому что психолог это немножко глубже это не медицина потому что недостаточно глубоко То есть оно такое разное. Давайте. Что там скажет. Сафира. Привет. Как дела? Хорошо. Как сказать, хорошо прорвалась. Последние несколько месяцев плохо было вообще. Мордой об асфальт. Чистились на индивидуальной сессии у МакПалы. Три сессии прошла, но не вышла эта бяка. Сейчас набралась сил. Стала больше позволять удовольствия. Пытаюсь себя усилить, чтобы вытащить. Срабатывает канал магии. Не знаю, честно. Как будто бы в трансформационном тренинге, что ли, не нужно. Установок нахваталось. Не знаю. Я не знаю, где вы шатаетесь. По какому-то рингам вы проходите. Потому что вообще, вот, ну, я бы не рекомендовал потом облазить везде подряд. В какой-то период надо набраться сил, и потом можешь еще что-то искать. В первое время лучше не шататься. Ну, видишь, как события разворачивались. Находила, находила уже все. Ну, просто говорю уже тем, кто начинает. Потому что я на каждом тренинге это проговариваю, что после тренинга лучше, ну, повременить со всеми остальными какими-то такими глубокими. Мотивационные можно. Легко выходить и что хотите делать. Но какие-то погружениями не надо. В первое время точно их лучше не стоит. Хорошо. Потому что провоцировать на эмоции, когда ты открыта, ну, смысла никакого нет. Мне не нужно. Надо привыкнуть с тем, что уже есть. Ай, что-то у тебя там щупит. Нормально? Не знаю, как будто свистят в ухо как будто. Вот. Поэтому такое. Как тут я здесь? Сейчас нормально, да? В январе когда будет наполнение? Можно подсадить. Это 3 февраля будет. Январе не будет. 2-го, 3-го будет, да. Это не будет, не первое. Теперь будет. В Астане тренинг будет проходить теперь один раз в месяц, если не реже. Потому что там Америка много заберет. Там почти 2 месяца не будет тренинг. В марте еще, по-моему, будет. Потом апрель, март-апрель что ли выпадает. Что-то там, короче. В марте будет тренинг, а потом я уеду и в апреле только будет. Или в мае. А обучение? Это, ну, попозже. Это вот в январе. Сейчас я тоже сяду, группу буду набирать, посмотрю. Это в 2 приезда, февраль. А? Тоже в феврале обучение? В январе. В январе? Хорошо. В январь-февраль, ну, где-то посмотрим. Я думаю, там на обучение вытащить это. Ты лучше до вытащи. Мозги не крути. Я тебе говорю, я тебя так не запущу. До выкручивай. Дома? До. Что? До обучения выкручивай эту хень свою. Я же приеду, ну, короче, сейчас сама работай. Потому что, смотри, ты сам упрямцан, ты ее вот так не выпускаешь, прям, я тебе говорю. Я не знаю, где зацепать, бери, прям, письмо прощения пишу, вытаскивай, прям над собой работай сама. Тебе никто не вытащит, потому что ты не хочешь, понимаешь? Я не знаю, почему ты так упираешься, но, в общем, это, ну, выкручивай, вначале выкручивай. До выкрути. Потому что ты эту хрень усилишь еще. И вообще потом геморрой поймаешь больше, чем сейчас. Не торопись с обучением. Выкрути до. Приди чистая туда лучше. Ну, письма прощения я пишу, пишу, пишу все время. Ну, что-то я такое прям это не чувствую. Единственное, что я сделала, я просто отключила сейчас все. Ты не для меня пиши, ты пиши для себя. Ты садишься и прямо с намерением сидишь и пиши. Сиди и вытовыривай. После того, как я все пострезала, конечно, у меня состояние улучшилось. Ты меня слышишь, нет? Как? Ты меня слышишь? Да, слышу. Садись для себя. Садись и пиши письма прощения всем людям на планете Земля. Каждому по отдельности. Поняла? Потому что ты доковыряешься туда, куда надо. Оно поднимется. Это будет для тебя неожиданно будет. Оно поднимется и будет выходить все. Ты найдешь. И ты найдешь где сопротивление. И ты сопротивляешься письмам писать. И там это есть. Найди. С одной стороны, это хвиново, что он у тебя всплыло. С другой стороны, это хорошо, потому что это вскрылось в твое слабое место. Если ты его найдешь, то станешь сильнее. Ну, я так и поняла, что это перед рассветом. Поэтому ковыряйся и не жди ни от кого помощи. Глаза от меня чешется, да? Лапа? Глаза, говорю. Что, от меня у меня у самой так же чешется. Верди. Это нет, у меня тут лапа. У меня же, видишь, софиты. Я же себе тут приняю. А, в студии. Это телевизор у тебя там или что? А? Телевизор это шумик или что такое? Да я не знаю, что это. Ладно, благодарю. Все, не буду задерживать больше времени. Ладно, давай. Я иду писать. Я иду писать. Аня? Давай, давай, пока. Пока. Так, а что мы прямым сейчас раз мне писали? Когда будет тренинг? Тренинг будет 2-3 февраля в Астане. Чуточку поблагодарить вас большое. Вам уже столько времени. У меня нет никаких мыслей. Я не знаю. Не переживаю. Мне так легко. Я после тренинга так смеялась. Только не знала бы, что. Анара. Примите меня в эфир. Давайте. Так. М. Вы не можете? У вас там что-то с настройками? Вы все поковыряете? И как вам вон, мы тебя в любое время можно прийти? Нет, ко мне надо записываться заранее. Вы напишите в директ, я делю в ватсап, и я вас запишу. То есть, надо записываться. Начинала писать письма прощения. Я постоянно что-то происходило, забывала, или что-то еще. Вы забываете писать письма прощения, потому что вам это не важно. Когда тебе важно, тогда ты пишешь. Когда тебе не важно, если тебе ты для себя не важна, то я с этим ничего не могу поделать. Я не знаю, что это не важно. Я не знаю, что это не важно. здравствуйте это знаете вот хотел еще с вами обсудить вот писала здесь одна девушка такая очень странная 20 очень много людей пишут вот звонят пишут с просьбой о помощи и при этом не могут сами себе помочь но они не хотят если вы почитаете такие хорошо что остается в мессенджере это эти сообщения то меня просто иногда ступор вводит вводят люди из-за того что насколько они человек он хочет находиться в своей заднице и не хочет из нее вылазить да то есть ты даешь реальный инструмент человек просто я не буду и почему ты не будешь я не хочу но вы мне ничем не помогли да вот то есть так такой диалог у меня состоял это 28 декабря здравствуйте вы знаете устал уже от родителей вампиров ведь родители зачем они так поступают шли бы на улицу то бы и издевались над чужими подскажите почему так как защищаться я девушке скидываю письма прощения в этот она мне пишет вы что какие письма прощения таких людей надо удалять от общества они за закрытыми дверями так издеваются целенаправленно из-под чешка а на улицу выйдут хоть и ходит ходит в общество бояться бред какой-то прислали я пишу живите как жили выбор ваш ничего мне не помогли я спрашиваю должен она не пишет им наверное надо в глаза сказать все что я думаю тогда заткнуться да можно так опять они дикие такие вампиры эти дураки еще устроен я пишу вот ничего мне не помогли на ее этот можно привести лошадь на водопой а вот оставить ее пить то есть невозможно от них надо бежать далеко и без оглядки не общаться с ними вообще игнорировать их вот хороший способ рекомендую до свидания в общем когда человек не хочет выходить из своей из своего страдания то вытащить его оттуда мы практически задача невозможная в интернете пишут что сущность не может существовать вне тела а в группе они не кочуются но вы меньше читайте ладно это уже наверно вопрос как бы не ваш это вопрос мастера который работает в группе они не прыгают с тела в тело с тела в тело вы очень сильно удивитесь очень часто прыгают при массовых каких-то медитациях при концертах китаро концертах там да там такое где в их аналии идет там прыгают у меня не письма прощения в ю тубе да есть вот поэтому еще сказать еще еще сказать не знаю народ стучитесь звоните что-то после тех прямых в эфирах никто не хочет я пишу письма прощения очень помогает спасибо это круто письма прощения на самом деле это единственное что ты можешь делать для самой для самого себя важное письма прощения письма прощения дает принятие мира как записаться в основном на тренинг вы мне сказать я честно водили я помню когда вы приходили 7 раз я обычно не говорю сколько сеансов надо человеку прийти если я его не вижу если да тем же люди если знаете я очень редко говорю количество сеансов которым нужно человеку прийти если вам сказал 7 сеансов наверное там была причина я честно сейчас не вспомню даже скорее всего у вас выворачивало всю и было очень страшно со стороны поэтому не знаю здравствуйте я закончил описать письма прощения но хочу продолжить только после вашего тренинга в Бузьминогорске молодец это правильное решение был вышел в эфир но сижу в гостях хорошо друзья еще хотел сказать подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал и там что-нибудь пишите комментарии там лайкайте потому что это видео поднимает и честно говоря очень сильно поможете у вас что-то с настройками не то поэтому вы не можете подключиться у вас бертаева да у вас в настройках там какие там что-то надо поменять и все вы разрешите инстаграму подключать камеру по моему вот так название канала эмоциональная свобода подписывайтесь никогда не забиваю всегда ищу себя как Игорь Ким там этот вот да он сразу выходит а нет у меня назван канал Игорь Ким я не знаю или профиль Игорь Ким его знает короче вы зайдите любое видео откройте которое оно сейчас я посмотрю Игорь Ким называется оказывается я думал что эмоциональная свобода называется в общем Игорь Ким забивайте тогда и в общем выйдет мой канал и подписывайтесь когда вы планируете приехать в октябрьск в октябрьск я планирую приехать по моему в конце февраля там Галиме позвоните там организатором или можете мне на ватсап написать или я вам номер скину организатора с ним свяжетесь Салтанат давайте посмотрим Салтанат Пара тара 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 Почему я думал что у меня эмоциональная свобода канал называется странно так Я знаете вот этот вот канал открывал и фейсбук случайно методом вообще тыка и я даже не думал что надо делать Сущность это не установка Это немножко глубже это Я честно говоря сам до конца не понимаю что это И вот так утверждать что это именно вот это я Ну как бы Подписалось спасибо 4278 подписчиков в ютубе Ценные в директе узнавайте или в ватсапе Что еще Сущность она держит Вот установка держит сущность Вот то что вот происходит у людей Некоторые люди не готовы ее отпустить И поэтому это есть Какая-то всегда есть эмоциональная привязка И когда эта привязка рвется Тогда она просто выходит Я сегодня дышал технику прощения денег В конце сеанса начала кашлять Правильно это выходит блоки все хорошо Добрый вечер если к вам прийти на сеанс сколько надо сеанс И если в плечах напряжение часто с чем связано это гиперконтроль Вы все контролируете Я новичок с чего начать с индивидуального сеанса Вообще вот если как-то стесняетесь То лучше на индивидуальный потом на тренинг Если не стесняетесь то сразу заходите на тренинг Это намного Это вам сэкономит ваш бюджет Благодарю Хорошо Спасибо опять Вылетела При виде вас Я не успокаиваюсь Почему-то у вас Игорь У меня вновь подними страхи Заболеть онкологией Тема какая Тема нету Ну Приходите Поработаем Посмотрим У меня ноги болят Получивают У вас глаза добрые Спасибо Виснет возможно да Так вас не видно не видно здравствуйте у вас темно как вас зовут из какого города очень приятно с чем хотите поработать или поговорить поговорить тогда спрашивайте какие вопросы есть а у меня остеохондроз что делать шейный остеохондроз у вас шейный остеохондроз это начинает он начинается с ног это у вас ну у вас не помимо остеохондроза у вас есть колес и разная длина ног скорее всего это если это у вас давно есть там с детства откуда бывает еще она начинается с того что вы где-то тяжелую спину надорвали и вас кривился позвоночник из-за этого шейный остеохондроз это физика то что касается психосоматики шейный остеохондроз это люди которые всех всем помогают и всех спасают это люди которые не дожидают а когда их попросят они сразу бегут и помогают спасибо поэтому так шейный остеохондроз можно его убрать нужно сначала проплакаться проявляться убрать напряжение потому что у таких людей напряжение в районе живота в основном и есть еще агрессии много потому что с одной стороны не хотят делать и делают и и с другой стороны они ждут обратной связи чтобы за их помощь они ждут похвалу и признание которые они не получают и от этого агрессия нужно сначала выбросить эмоции а потом уже вправить позвонок это можно за один-два сеанса вытащить вытащить и все спасибо большое пожалуйста все да 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 все ладненько давайте недавно подписано на вас какие вопросы к вам вообще можно обратиться ну с любыми я честно не знаю даже игорь сахарный диабет и куча болезни это поможет может быть связано сахарный диабет это отсутствие внутренней похвалы это люди которые не могут себя хвалить очень важно себя хвалить я сам этим страдаю и поэтому обрастаю знаете всякими какими-то маленькими вещами я покупаю себе маленькие сувениры такие у меня есть да там всяких я себе какие-то этих ножики покупаю ну потому что мне тяжело себя похвалить и иногда когда меня сильно тянет на сладкое я начинаю себя хвалить и сладкого потом больше не хочется сладкая охота сильно тогда когда ты не удовлетворен своей жизнью и поэтому оттуда все тренинг в Алматы будет 19-го 20-го января а магия каким боком влияет магия ну магия каким боком влияет вот сущность да допустим если мы поговорим про сущность и про магию то сущность бывает одна да то есть без магии она залезла и она у тебя живет на твой страх а если есть магия то всегда есть сущность ну я не видел чтобы была магия и сущности не было то есть она как-то в паре туда впаивается а сущность может сама вот страх он может сам появится не так часто может а магии без и сущности не бывает атопический дерматизм чем связан я честно говоря даже такой диагноз не знаю ожирение тоже существует не всегда это это надо смотреть здравствуйте разболелась правая сторона спины если это поясница то это про деньги либо про отношения с мужчиной и грижа шейно плакать это надо прийти на сеанс я вас заставлю плакать добрый вечер можно узнать из-за чего ребенок часто болеет дети болеют часто из-за того что родители в плохих отношениях человека пропал резко слух на одно ухо с этим можно обратиться я это скорее всего психосоматический слух пропадает мне даже сохранилась видеосессия на мастер-классе у женщины открылся слух да то есть она не слышала там сколько-то лет и вдруг у нее открылся орала правда ревела ну бывает да магии вытащить письме можно можно высыпание на коже это внутреннее на себе хальгус вальгус честно говоря я не знаю с чем это связано но это в основном же это дети с этим вальгусом они рождаются и как-то исправить я не исправлю но чуть-чуть подкорректировать наверно можно чуть легче будет но это ненадолго за лопаткой и шеей это мужчина вампирит вас скорее всего у меня сильная боль около поясницы слева трудно встать или сесть постоянно ноет одна точка с чем связаны это нервы не в порядке это секс и деньги поясница либо избыток либо нехватка недавно начал болеть позвоночник что посоветуйте позвоночнику нужно в общем эмоции выгружать стресс а потом его вправлять это вы можете прийти на сеанс на тренинге там но с позвоночником это два-три сеанса минимум рассчитывать добрый вечер честно с чем может быть связано внезапно повышенный псориаз псориаз это внутренний ненависть в себе это нужно проработать прораться проплакаться и он пройдет это у кого-то проходит за неделю у кого-то проходит за месяц в общем проходит ну важно прораться добрый вечер скоро к вам на тренинг я жду с нетерпением спасибо не ради гнид можете помочь бывает да помогает добрый вечер часто тянет на острый с чем связанная лето тяга коджила в корее это привычка и от горького быстро не сможете отказаться почему руки дрожат скажите это тремор надо смотреть это ну так не скажу из-за чего появляется геморрой геморрой это связь с родителями и обезвоживание то есть это отказ от рода и это вы и вы пьете мало воды щепотку соли в общем четверть чайной ложки на литр воды два литра в день и у вас пройдет геморрой в течение месяца расскажите пожалуйста ран раннем климасе ранний климас никого сейчас не хочу обидеть просто это констатация факта это от недотраха да то есть это в основном женщины которые либо не спят с мужем либо вообще мужа нет и какой-то такой длительный промежуток времени половые связи и отношения или вообще секс он должен быть регулярный если вы регулярно нет у тебя ты будешь рано стареть и поэтому ранний климас климас он ранее сегодня есть он начинается бывает в 37 лет в 40 лет да то есть он молодец поэтому очень важные отношения вот это я сама сильная я сама я сама я сама он приводит к раннему климасу это гормональный сбой из-за из-за смены гендерной роли мурашки бывают когда разговаривать с людьми не знаю почему это надо посмотреть это у вас от удовольствия или дискомфорта если мурашки прям такие хорошие радуйтесь да если мурашки вот но от волнения там вот и негативного страха это ну это с этим надо работать а если мурашки такие ты получаешь удовольствие то все хорошо грыжа внутри позвоночник это шморли да у вас панкредит я не лечу это надо смотреть потому что это тоже же внешняя нагрузка у шморли я хочу попасть к вам на внутренней одежде можно сказать это просто придите и все не понимаю сам по себе бегу я честно не так гульнара да мне очень сложно судить потому что ну они вот говорю бывает они дискомфорта вам предоставляют или удовольствие получать этих мурашек а вы ребенка посмотрите с половиной года у него психоз какой-то я примерно знаю откуда как избавиться не знаю это вы берите себе кроволол и приходите потому что когда ребенок начнет плакать вам нужно будет как-то себя держать в руках мне постоянно мучить спазмы мышцы шеи с правой стороны и руку тянет это в общем-то агрессия на мужчин не принимать то что делаю с мужчинами да то есть ты их постоянно даешь и поэтому это не принятие внутренне смотрите как работает психосоматика да есть твоя душа на которая знает как ты должен поступать как жить и когда ты живешь не так как хочет твоя душа тело начинает страдать и болеть и поэтому вот получается что ты ты подавляешь мужчин уже но твоя душа знает что женщина не может себя так вести и нельзя подавлять других и и возвращаться за счет этого возвращаться и тело реагирует и вот у тебя рука болит вот у тебя шея болит правая вот и теперь мужчина на завтра нельзя на понедельник скорее всего у дочки сколиоз 30 сколько сеансов нужно пройти у вас точно после развода у дочки сколиоз 3 смотрите 3 какой степени не знаю если ребра на месте то в принципе два три сеанса достаточно но вы не думаете что это навсегда это уйдет будете приходить раз в полгода раз в год спина слетает постоянно не бывает чтобы практически нет людей у которых спина навсегда всегда здорово сезон сезон аллергия это безложнее пейте воду с солью вы не больны у вас жажда возьмите книжку купите пусть попьет в этом количестве и пройдет во всяком случае будет намного намного легче здравствуйте здравствуйте с новым годом вас как вас тоже с новым годом как вас зовут из какого города меня зовут гуля я из россии город овенбург круто класса вам казахов много да вы же казахов казахов много очень много ну что то смотрю часто оттуда казахи пишут звонят все границы в городе мактобе недалеко от актюбинска ну все приезжайте в актюбинск да у меня там с чем хотите поработать я хочу пообщаться с вами Игорь у меня вот ну как бы сейчас сразу же скажу у меня такое духовное и внутреннее состояние вообще очень тяжело и я постоянно плачу постоянно реву у меня постоянно какие-то ну вот депрессия она разве может продолжаться там три месяца уже буквально просто но не праздник ничего ничего абсолютно постоянно слезы постоянно плачу постоянно что-то чем-то недовольно это соответственно сказывается и на здоровье головные боли и вот уже сердечные лекарства принимаю я не знаю вам 37 37 глаза закрой открывать ты сейчас там одна или нет ты можешь поработать поплакать ну давайте тогда в другую комнату выйду закрой давай уходи в другую комнату ну вот вот закрывай глаза подыши если пойдут слезы в общем не пугайся телефон подсказь так чтобы он тебя не отвлекал но он меня не отвлекает ну все закрывай глаза дыши глубоко вдох через нос выдох через рот просто дыши и 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 Я немножко с подписчиками поговорю, ладно, только не отвлекайся, потому что процесс скоро начнется. Может, это панические атаки. Панические атаки надо отдыхать. Еще выдох. Сейчас посмотрим. И выдыхай. Ага, вот так, еще вдох. Желудок напряжен очень сильно. Выдох. Самоедством занимаешься. Во всем ты виновата, сама. Выдыши глубже. Выдох. Вот так. Сколиоз третьей степени 9 класса и точно связь с национальной версией. Выдох выплакивает. Ну и так вот хорошо. Сколиоз, да, это воспитание. Это тогда, когда за учебу дрючат и сколиоз. У меня трючка прошла одна за другой. Это хорошо. Суставы по всех национально связаны. Это, честно, не знаю. Суставы в атаке вы занимаете. Или в директ напишите, я вам отвечу. Ну и так вдох. И из желудка прям выдыхай вот это свое самоедство. Слабость в руках от запястья была очень связана. Это непринятие себя это. Не принимая то, что я делаю. Выдох. Не давись. Ты и так очень давно живешь насчет усилия воли. Мне тяжело. Давай, давай, дыши тяжелой. Тебе сейчас еще хуже будет. Желчью он уже давит. Доброй ночи, доброй ночи. Тихо. Тихо. Сустав. Тихо. 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 Накиняя. Тихо. Накиняя дышать мне руки. это здорово, что вы в кефир полугаете, ребята, сейчас ей сейчас надо поплакать, вы плакете давай я сейчас в Алматы, всем дышать можно всем можно дышать, единственное дышите, в общем там потом поработаем давай, еще глубже вдох выдох зачем нужно так дышать, что происходит при вдыхании мы с собой работаем звук дай теперь когда выдыхаешь через рот вот так вот так, давай еще вот так, вот так, моя хорошая давай, давай, давай еще раз вот так, давай три, в голосе, ага, вот так в голосе вот так вот так вот так я говорю, мне так должно быть чтоб руки не мели да, дыши меньше думать, как поработаем у меня голова кружится дыши, дыши глубже руки свернула, покажи это ты сама держишь кулака? сама, вот выпрямить можешь? выпрямить можешь вот так руку, все, дыши глубоко у меня такое состояние полуобручное мне кажется, я сейчас упаду в обморок ага, сиди глубоко ты сидишь или ты видишь? все у нас ну, сиди ношу глубоко не пропадай подвисла она так, где она? постучись обратно ко мне да, прям в обмороке там живая тут, ну у тебя уже все уже а тут все думали, что в обморок упало нет у меня голова очень сильно закружилась у меня тошнит сейчас и вообще просто состояние зеленое все ты можешь пойти в туалет и прям два пальца в рот засунь и вырви просто и вернуться к вам? и тебе легче будет да не отключайся, иди вырви и вернись так бывает так бывает, когда закрывают блоки, они внутри и не может человек проплакаться, то его рвет если он не вырвет, то ее пронесет, если не пронесет, тогда будут плечи на задницу, то есть это в любом случае как-то оно должно выйти а хорошо что тут происходит тут кто-то писал, холотроп это не холотроп, это не холотроп кто-то ты не холотроп да вы прилетите востреб я не хочу ну замуж я не знаю, замуж это вам у нас же что-то будет придется сделать, но блоки уберу, потом может быть легче будет легче? ага и сейчас что чувствуешь? что вышло, желчь зеленая или желтая? желтая ну хорошо сейчас еще пойдет у меня голова очень сильная сейчас опять блевать сейчас еще блевать пойдешь через камеру видно что-то зеленое давай иди можно сюда уже принести что-нибудь? ну принести туда камеру, мы будем этот слышать, как ты блюешь, давай забери с собой телефон муж изменяет, что делать? вы мне год назад говорили смотрите ты должна выбрать тебе предлагали же, Ира замуж ты почему отказывалась? ой, не надо брать с собой телефон ну а что, тоже же скачет целыми днями работаю, смотрю, как люди блюют тоже тут еще фетиш у меня я с вами о как дела о уже легче да? вот сейчас легче по моему да не то не то немного не имеет, но так лучше уже да Игорь вы знаете у меня вот я говорю в последнее время вот такое состояние злость на всех я даже папу своего обидела с родителями вообще просто тяжело тяжело а у тебя там надо вытаскивать с собой работать надо у тебя сейчас вышло еще надо будет вытаскивать я думаю ты в Актюбинск приезжай в общем обязательно приеду сейчас опять сейчас опять меня вас порекомендовала моя родственница мы с ней договорились что вот она узнает когда вы будете в Актюбинске меня запишет в Актюбинске смотри я сделаю скоро рекламу ну будет в инстаграме в любом случае заглядываю но я я точно сказать не могу я не помню а я видела когда вы в Москву приедете да? в Москву я не знаю когда поеду в Москву я наверное поеду в мае в мае скорее всего пока не знаю я на сколько это скорее всего знаешь это какого 23-24 февраля кажется я буду в Актюбинске да? но мне предварительно надо будет записаться да? да да будет рекламка отдельно там вот организатор в одном телефоне Игорь но вы же можете мне сейчас сказать может какие-то у меня блоки стоят или что? у тебя основное тебе надо ну у тебя очень много агрессии надо вытащить обид надо вытащить из печени у тебя надо напряжение снять с головы вот отсюда у тебя надо вот сплечь надо содрать это все вот это вот ну пока все и силу воли надо вот здесь вот очень высвободить уровень пупка там потому что живот у тебя должен быть твердый он заблокированный очень сильно ты можешь потрогать там должно быть твердый где живот уровень пупок чуть лиже пупка закомплексовала сейчас то что у меня нет мужа хотя встречаюсь с мужчиной да вот уже 4 года но это мне радости абсолютно никак не дает я постоянно плачу постоянно плачу и я не знаю во мне сейчас вырабатываются какие-то комплексы и мне от этого очень тяжело я человек сильный я привыкла жить там в достатке да грубо говоря и я и до сих пор так живу но тяжело мне сказать тебе вот честно хочешь слушать ты так себя любишь это проявление твоей любви к себе ты же не можешь себя напрямую полюбить и тебе надо через страдания себя любить вот парадокс в чем сейчас эфир закончится я этот эфир сохраню сейчас опять выйду еще раз подключить слава пожалуйста 17 минут осталось друзья вы свои вопросы тоже повторите сейчас отвечу чуть позже не в этом эфире а вот в следующем я не вонюю я вонюю я вонюю